Получается так, вот 20 сантиметров, 50, да, это почти, ну 25, да, 50, больше 50, это более 100 лет. Вековые сосны пустили под пилу в районе ФНПЦ Алтай. Сейчас на месте остались только пни и следы работы техники. Незаконную вырубку выявили еще весной прошлого года. Искать заказчика долго не пришлось. Вырубка произведена по заказу ФНПЦ Алтай. Соответственно, была выявлена рубка сотрудниками ФСБ. Совместно с сотрудниками ФСБ произведена оценка ущерба, нанесенного городу Бийску. Ну и в настоящее время возбуждено уголовное дело. Уголовное дело завели в отношении неустановленных лиц. Однако, если деревья рубили по заказу ФНПЦ, то и к совершению преступления наверняка причастны кто-то из числа руководства. Кроме того, не исключено, что к ответственности могут быть привлечены представители других компаний, которые непосредственно и проводили работы на месте. Инцидент с незаконной вырубкой уже вызвал резонанс среди бийских экологов. Я считаю, что это варварство и безобразие. То, что это преступление, уже никто из народа даже не сомневается. Те люди, которые вырубают эти деревья, должны понести ответственность. Тем более, уголовный кодекс 260, там есть статья «Исправительные работы». То есть все люди, которые так или иначе в этом были задействованы, полдня они должны работать на исправительных работах, отрабатывать свое безобразие. Остальное, значит, они должны сидеть в кутузке или на нарах. То есть это их удел. Ущерба от незаконной вырубки оценили в 4 миллиона 279 тысяч рублей. В общей сложности городской лес потерял 87 сосен и 2 березы. Большие объемы, то есть более 100 метров в одну сторону, более 100 метров в другую. И ширина, вот, можете посмотреть. Вполне, как бы, по космическим съемкам это заметно. Масштабы мы все показать не можем здесь, на камеру пока что. Но это приличные, да. Таких, в общем, на последнее время я в последние годы не встречал. Ну, именно незаконных. В администрации Бийска пояснили, что никаких разрешительных документов на проведение вырубки в НПЦ Алтай не выдавали. На каком основании в городских лесах работала техника и куда ушли спиленные деревья, еще предстоит разобраться. За незаконную рубку в особо крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору, виновным грозит длительный срок за решеткой и солидный штраф. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Будни.